Сегодня мы начинаем очередное заседание клуба «Улица Правды». Сегодня я произнесу поступительное слово, поскольку главный доклад сегодня делает мой старый товарищ Петр Адольфович Гваськов, известный в миру как Андрей Петрович Девятов, автор многочисленных книг о Китае и о разъемке. Целью нашего сегодняшнего заседания является описание того, как теоретически должны выстраивать соотношения между Россией и Китаем с точки зрения цивилизационной. Поскольку за те тысячи лет, что существует Россия и две тысячи лет, что существует православие, христианство, но которое в базовой своей версии именно православие, отношение между Китаем и нами было всегда достаточно нетривиальное. И по этой причине я сейчас предоставляю слово Андрею Петровичу. Значит, Андрей Петрович, сколько вам надо времени? Сколько дадите, столько я и займу. Тогда мы исходим из того, что у вас есть 40 минут, но которые могут развиться в час. Ну, я могу уложиться в 30 минут и ответить на вопрос. Договорились. Все. Тема моего сегодняшнего выступления будет называться «Желтая опасность». Говорят, я буду про Китай. Я занимаюсь деятельностью несовместимой со статусом дипломата. Я в свое время получил некоторые материалы, которые засвечивали перспективу китайского проекта на долгие десятилетия. Это было сначала в 86-м году. Я это говорю совершенно точно почему. Потому что я сам добыл этот документ и сам его читал. И его, понятное дело, забыли и выкинули с того времени. Это была стратегическая оценка, которая ставила задачу китайского проекта в стратегическом плане. И называлось это «О перенесении стратегических границ за пределы национальной территории». Китайская Народная Республика должна была производить на суше, в Мировом океане, на полюсах и в космосе. В 93-м году на 3-м пленуме ЦК КПК 14-го созыва, 14-й съезд КПК был в 92-м году, была принята тайная доктрина, которая называлась «Три севера, четыре моря». Это глобальный проект, а вовсе никакая региональная придумка китайской цивилизации. Нет, это глобальный проект. Четыре моря – это от севера Линдовитого океана до Индийского океана на юге. И от Западного океана, по-китайски Атлантический океан – это Западный океан, до Тихого океана. Вот это масштаб, четыре моря. А три севера – это североамериканские Соединенные Штаты. Это Североатлантический союз НАТО. Это север Евразии, Россия за Уралом. Это третий пленум Четырнадцатого созыва. В 2012 году состоялся 18-й съезд КПК, который провозгласил китайскую мечту. Тогда же во главе Китайской Народной Республики, Коммунистической партии Китая и вооруженных сил Китая встал исполняющий обязанности императора Си Диньпин. Китайская мечта – это восстановление величия ханской нации, искупление столетия позора. Столетие позора – это опиумные войны середины XIX века и все те неравноправные договора, в которых приняло участие Российская империя, отхватив себе территории, которые сейчас называются Приморский край. Это в китайском названии – это Внешняя Манчжурия. Есть Внутренняя Монголия и Внешняя Монголия, есть Внутренняя Манчжурия и Внешняя Манчжурия. Внешняя Манчжурия – это Приморский край. Дальше – это Хабаровский край. Ну и территории, которые находятся на западе, там, где раньше у нас был Туркестанский военный округ, а теперь это Западный Туркестан. Вот это все китайская территория и восстановление, значит, вот китайская мечта – это восстановление китайского величия, включая и все эти территории. В 2017 году состоялся 19-й съезд КПК, который уточнил содержание китайского проекта, назвав это все «Сообщество единой судьбы человечества». «Сообщество единой судьбы человечества», для того, чтобы было понятно, о чем идет речь, до этого коммунизм был светлым будущим всего человечества. Коммунизм – светлым будущим всего человечества. Китайцы, значит, в 2017 году объявили о том, что они правоприемники красного проекта, и они будут строить сообщество единой судьбы человечества. В октябре этого года пятый пленум ЦК КПК 19-го созыва расчертил перспективу на три пятилетки до 25-го года, до 30-го, до 35-го. И точно обозначил полное исполнение проекта 2050-й год. 25-й год – это самодостаточность в технологиях, поскольку на настоящий момент у китайцев нет кибернетического суверенитета из-за того, что производство микрочипов высокой плотности, 5-7 нанометров, у китайцев отсутствует на материке, в то время как эти чипы делаются на Тайване. К 23-му году Тайвань должен выйти на микрочипы с плотностью 3 нанометра, а это все обеспечение всего того, что называется, так сказать, вот эта вот система социального рейтинга, система связи 5G, искусственный интеллект и прочее, прочее. То есть кибернетическое превосходство над североамериканскими Соединенными Штатами состоится в форме возвращения Тайвана в лоно Родины. Возвращение Тайвана в лоно Родины должно было состояться еще в 19-м году. Однако, произошел облом в связи с тем, что договоренности китайцев с американским глубинным государством были представлены президентами-демократами. В 1978 году, в декабре месяце, состоялся 11-й, значит, там, ну вот этот третий пленум 11-го созыва, который принял программу, вот эта Дон Сиопиновская программа, которая ставила задачу реформы открытости, подводя к китайской мечте. И тогда, в декабре 1978 года, значит, была обозначена дата выхода из цикла, или если речь идет о циклах, то китайская история – это повторение циклов хаос, воюющих царств, раздробленности, дальше единое государство и выход на малое процветание, и дальше есть возможность перейти к великому единению. Значит, в великом единении китайцы были один раз, только в династии Тан в 7-м веке. Больше, значит, перейти в цикл великого единения не удавалось. А, значит, теория китайская, это цикличности, говорит о том, что переход в цикл великого единения, а это и есть сообщество единой судьбы человечества, по-китайски Датун, время пришло, и это все должно состояться на наших глазах, поэтому вот и объявлено в 19-м съездом. Так вот, возвращаясь, так сказать, к 78-му году, приняв и объявив задачу, ближайшую задачу, тогда ближайшие душе, выход на цикл малого процветания, это было заявлено абсолютно точно, к 19-му году. Это было заявлено совершенно однозначно, к 19-му году. Все это китайцы должны были делать, опираясь на технологическую и прочую опору, опору, которую получали от североамериканских Соединенных Штатов. В январе 79-го года Си Цзиньпин приехал в Штаты, и тогда было подписано с Картером, а Картер это демократический президент, тогда было подписано соглашение о конструктивном сотрудничестве, повторяя, о конструктивном сотрудничестве, на 20 лет с пролонгацией еще на 20 лет. Нет, нет, это Дэн Сяопин, я оговорился. Значит, Дэн Сяопин приехал, Дэн Сяопин был кто? Никто! Председатель военного совета ЦК КПК, исполняющий обязанности императора. Исполняющий обязанности императора, это председатель военного совета ЦК КПК, потому что винтовка рождает власть. Так вот, с Картером было подписано это соглашение о конструктивном сотрудничестве на 20 лет, с пролонгацией еще на 20. Пролонгация еще на 20 лет была проведена, опять же, демократическим президентом Клинтоном, который приехал в конце 88-го года в Пекин. И эта пролонгация была до 19-го года. В 19-м году нужно было заключить новое какое-то соглашение. И тут все и столкнулись с «сделаем Америку опять великой». Там-то разговор был о том, что глобализм должен быть как-то развернуться таким образом, что локомотивом будет Китай, а тут сделаем Америку опять великой. И тут торговая война. Торговая война – это все разговор об условиях заключения нового соглашения. Ну, вот сейчас китайцы. А, значит, новое соглашение, собственно говоря, это, значит, о том, а что этот мир, значит, будет, кто будет рулить в этом постиндустриальном мире, какие, так сказать, доли, кому чего достанется. Так вот, что произошло? Сбой с выборами и приход, возможный приход, значит, уже обозначившийся приход на американскую вершину опять демократа, это возможность продолжить ту линию, которая начиналась в 79-м году. Китайцы подтвердили взятые на себя обязательства по соглашению о конструктивном сотрудничестве тем, что 17 февраля 79-го года нанесли удар в целях самообороны по Вьетнаму. Этим китайцы подтвердили взятые на себя обязательства перед Американцем. Теперь какая открывается перспектива? Китайцы совершенно спокойно, накопив ресурсы разные всякие, могут завалить старый валютный мир. Речь идет о новом валютном мире. О новом валютном мире в 15-м году с прямым текстом заявил Джеки Протш. В старый валютный мир китайцы могут завалить на раз. И, собственно говоря, вопрос о том, как будет переходить в новый валютный мир, и был содержанием торговой войны. Внешне эти были какие-то торговые, там, значит, эти всякие, значит, пошлины, там, значит, тарифы и прочее дело. А речь шла о том, как поделить новый валютный мир. Так вот, приход Трампа, это отклад... Нет, уход Трампа и приход Байдена опять демократов, это возможность для китайцев торговаться. на 4 года сохраняем нефтедоллар, но вы, американские, значит, империалисты, отдаете нам Тайвань. Тайвань возвращается в лоно родины, а это и есть задача китайской мечты, потому что никакого величия без возвращения Тайвана в лоно родины быть не может. Значит, главный вопрос для китайцев это возвращение Тайваня в лоно родины. С возвращением Тайвана в лоно родины китайцы получают кибернетический суверенитет. Они становятся абсолютно независимы ни от кого. Свой рынок полтора миллиарда человек может съесть все тапочки, тряпочки, гаджеты и все прочее. Значит, для того, чтобы развернуть это дело на внутренний рынок, значит, главное, что он есть. Так вот, перспектива такая. 25-й год это самодостаточность технологическая с возвращением Тайвана в лоно родины. 35-й год это абсолютный лидер мира. Абсолютный лидер мира к 35-му году. И, значит, к 50-му году цель сообщества единой судьбы человечества достигнута. это все опирается на циклы, а циклы это вот то, что умеют считать евреи по каббле, то, что умеют считать даосы по ходу перемен, и то, чем занимались бестолковые политики в моем лице, когда занимались декодированием кода перемен. Новый цикл, новое начало, это 45-й год. Новое начало, большой цикл, это 2045-й год. Посмотрите даты, к которым мы должны решиться вопросы построения трансгуманизма. 45-й год, куртсвейл, все расписано до 45-го года. Я не буду рассказывать, что должно быть в 45-м году по другим проектам, это займет время, а нам еще надо рассказать о том, что происходит дальше. Значит, что произошло сейчас? Ковидло, это операция, которая должна была развести противоборство Трампа и Си Цзиньпина с задачей убрать обоих. Убрать Трампа удалось или почти удалось, убрать Си Цзиньпина не удалось. Значит, Си Цзиньпин, китайцы по разведанным признакам, разведанный признак это уши сущности, торчащие над маскировочными сетями дезинформации. Значит, по признакам Си Цзиньпин согласился в обмен на рынке нового шелкового пути принять паспортизацию ДНК или то, что можно назвать принуждение к здоровью. Дело в том, что квантовые компьютеры, которые китайцы сказали, что они у них уже есть, я их не видел, но объявлено было, могут моделировать ДНК. Китайцы официально сказали про коды здоровья, про экспресс-коридоры для тех, у кого есть эти коды здоровья. И это, собственно говоря, в невидимой части сговор за кулисой. Потому что вся эта вещь по маркировке свой-чужой вакцинации, она не принадлежит ни китайцам, ни американцам. Значит, теперь о Третьей мировой войне нового гибридного типа. Война всегда ведется только двумя сторонами или коалициями, но все равно только двумя сторонами. Никакой многополюсности при войне нету и быть не может. китайцы не говорят о многополюсности. Многополюсность это те слова, которые у нас в средствах массовой информации, в дипломатии и прочем звучат. У китайцев это многосторонность. Многосторонность она же называется мультилатерализм. Латерал это сторона. Так вот значит если говорить о сторонах третьей мировой нового гибридного типа, то это с одной стороны Китай и коалиция, которая замыкается на Китай и североамериканские Соединенные Штаты и коалиции североамериканских Соединенных Штатов. Значит фронт развернут в сторону Тихого океана. В 18 году китайцы очень часто делали сначала предложение России, которое Россия не слышала и значит все проходило мимо. В 13 году Си Цзиньпин приехал в Москву и предложил восстановить Великий Чайный Путь. Великий Чайный Путь всего 4 страны Китай, Россия, Казахстан и Монголия. Никто не услышал, проехали мимо, через полгода в Астане китайцы объявили, Си Цзиньпин объявил по новым шелком пути. В новый шелковый путь Россию не взяли, не записали. В 18 году во Владивостоке на экономическом форуме китайцы засветили задачу создать сферу экономического процветания Северо-Восточной Азии. это всего семь стран. Это Китай, Россия, Япония, Монголия и две Кореи, или объединенная Корея, тогда всего пять стран. Опять никто ничего не услышал. Тогда, в этом году, было подписано всестороннее региональное экономическое партнерство. Это 15 стран плюс Китай. Россию туда не взяли. Значит, что такое Россия? Россия это охранник. Ну, вот у вас сарматы, арматы, мусейдоны, значит, авангарды, кинжалы, там все эти вот, чем брят сут оружием. вот вы охранник. Где? На морском шелком пути 21 века. Китайцы выходят своими, так сказать, силами в Андаманское море и, значит, в Аравийское море, а, значит, это база в Гвадаре на выходе из Армутского пролива и база в Джабути. Это на входе в Бабальмандевский пролив Красного моря. Россия дальше принимает под охрану в, это объявлено в этом году, совсем недавно, посередине Красного моря в Судане полпункт какой-то, значит, там, значит, чего-то там, туда-сюда. Ну, не объявили, что база, а при этом, значит, ядерными установками может быть. кто-то там стоять, так, и дальше, значит, на выходе из, на выходе из Суэцкого канала разговоры идут с Египтом, и дальше, собственно говоря, вот это вот Сиерех, Меймин, там, и этот самый, как его там, Тартус, это все Восточное Срединоморье, у России никаких потоков, ни в Красном море, ни в Восточном Срединоморье нету, значит, китайцы плывут в Перей, значит, Перей китайцы купили, это Греция, Афина, и дальше вход в проливы Черноморские, и дальше выходим на, значит, Черное море, так вот, Россия, это охранник на морском шелком пути 21 века, если вы сейчас видели, опять, с такого-то фрегата пустили вот это, с такого-то, значит, эсминца пустили это, с подводной лодки пустили это, вы, если посмотрите в телевизор, все морское, теперь, значит, а сухопутный путь, кто будет охранять, а сухопутный путь будет охранять Турция, Турция, это, значит, страна экономического пояса на ушел к пути, туда входит 16 стран, 12 стран мира ислама и 4 православные, 4 православные это не Россия, это Беларусь, Украина, Греция и Грузия, так вот, значит, а по этим странам, значит, 12 мусульманских стран, это все в основном тюркские страны и главный там Турция с проливами, здесь же и Карабах, армяне, Карабахи, это пробка на экономическом поясе на ушел к пути, поэтому их надо было убрать, их и убрали заявлением, трехсторонним заявлением, последний пункт, который 9 числа ноября месяца, последний пункт, которого не афишируется, но можете прочитать его, это открытие коридоров все разговоры по латинский коридор как армяне будут значит в этот самый в Степанакерт ехать там значит на и обратно вот все Россия встала на сторону из положения арбитр над схваткой Россия стала стороной конфликта приняв сторону Армении а что отдали туркам а Турция это сторона китайская значит а что отдали туркам отдали коридор об этом написано последним пунктом этого заявления это не соглашение не договор это трехстороннее заявление название это заявление так вот об этом заявлении там значит Меджинский коридор это коридор который должен был быть давным-давно создан это соединение так сказать тюркских народов от Азербайджана на Нахичеване на Нахичеване границ с Турцией объявлено что там будет построена железная дорога мигринский коридор ну какой-то такой мигринский да мигринский коридор а я чего-то сказал не то да не все слова еще выучили сразу про латинский коридор все время говорят а про это мигринский коридор не говорят ну так или иначе что это такое это не только разговор о значит том что видно это разговор о том что не видно А невидно – это новый валютный мир. А в новом валютном мире есть невидимая ликвидность, которая называется наркота. Как кто примет на себя вот эту невидимую ликвидность поставлять в Европу? Откуда? Да. Китайцы давным-давно подмяли под себя золотой треугольник, и никто ничего вообще не говорит, что там происходит. Почему? Потому что наркота из золотого треугольника уходит в Североамериканство, Соединенные Штаты, и туда, значит, в Америке. А в Европу этот поток идет откуда? Из Афганистана. Трамп убирает войска из Афганистана. Кто же там будет командовать парадом? По невидимой ликвидности нового валютного мира. Куда это все идет? В Германию. Кто там главный теперь президент? Штанмайер. Штанмайер – это откуда? Это БНД. А кто командует, так сказать, прикрывает это все невидимое? В спецслужбы. Вот это что такое. Вот что такое Карабах. Это часть этого самого экономического пояса нового шелку пути, который должно охранять Турцию. Теперь, значит, тыл. Китайцам нужен стратегический тыл. Тыл – это то, на что можно опереться. Там, где находится конструкторская база, там, где ресурсы, там, где, значит, покой и, значит, тишь, блачь. Мир и благолепие. Да, благолепие. Фронт может, так сказать, изгибаться, ломаться, а тыл – это то, что никогда не сдают. Так вот, Россия за Уралом – это то, что идет, так сказать, в три севера-четыре моря, одолевается не тем, что там, значит, разграбление происходит или какие-то там, значит, нехорошие вещи, а тем, что оно становится стратегическим тылом. Это же наш тыл. Нет, нет. Это положение спина к спине. Поскольку фронт Российской Федерации исторически развернут на Запад, и все войны, начиная, так сказать, от, там, с поляками, со шведами, с французами, с немцами, это все там, начиная там с рыцарей этих тевтонских, там, и все это дальше, дальше, дальше. Это все фронт, он развернут на, значит, на Запад. Поэтому Китай и Россия находятся в положении спина к спине. Именно это и пытаются развалить и разваливать, сколько есть сил, так сказать, друзья, доллар-ша. Где сокровище ваше, там и сердце ваше. Деньги называются доллар-ша, они все эти нули написаны там, на Западе, в Банков Америка, и, соответственно, если сокровище ваше там, то и сердце ваше там. Поэтому желтая опасность, все это рассказывают о том, как китайцы захватят все там, понимаешь ли, все это самое, бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Тем не менее, китайцы еще ничего не захватили. Значит, а чего вы там сливаете? Нефтяру сливаете? Ну, сливайте. Газ качайте, скачайте. Значит, лес некуда вам девать. Везите к нам. Ну, представьте себе, вот весь наш лес, он находится в основном за Уралом. Более того, он находится дальше там, начиная с Томска. Вот эти пошли, леса сплошные. Куда их везти? Вот можно ли этот лес отвезти куда-нибудь на Запад? Нет. Потому что транспортная составляющая убивает напрочь, понимаешь ли, всякую коммерцию, торговлю. Перерабатывать его на месте? Кто будет перерабатывать? Где? Где рынок? Сделаем из него паркет. Куда повезем? Сделаем из него что? Что вы сделаете из него? Из этого леса? Почему до сих пор ничего не сделаете? Как? Будем делать бумагу. Будем делать целлюлезу. Куда везти целлюлезу? Где эти, так сказать, издательские мощности? Куда они? Зачем они? Только Китай. Больше нет. Еще Япония. С Японией у нас нет территориальных вопросов. С Японией нет территориальных вопросов. Мы их не признаем. Ну, наши кремлевские начальцы. До этого, правда, признавали. Значит, Хрущев с Булганином признавали. Берия оказался японским шпионом, потому что признавал этот вопрос. А сейчас нет. И до тех пор, пока у нас... Это же разводка России и Японии. С тем, чтобы не было этого, понимаешь, нашего присутствия в каком-то виде на Дальнем Востоке. Ну, ладно, так сказать, возвращаемся к тому, что мы имеем здесь. Значит, я, отталкиваясь от формулировки Бжезинского, новый мировой порядок при главенстве США будет построен против России, на обломках России и за счет России. Это было сказано, это было написано и сказано на Ярославском форуме в присутствии сотен человек. Поэтому рассказывают какие-то там наши замечательные афонские братья. Они рассказывают, что это фуфло. Ну, сердце ваше там, где сокровище ваше. А это сокровище ваше в Америке. Они говорят, что новый мировой порядок при главенстве России будет построен против России, на обломках России и за счет России. Так вот, мы без толкования политики подняли другую форму. Новый мировой порядок будет построен Россией вместе с Китаем, на плечах Китая и за счет Китая. На плечах Китая это стратегическое наступление. Китайцы в этом году перешли из стратегической обороны, активная стратегическая оборона. Это мы вообще-то никуда не наступаем, но проводим контратаки на региональном уровне. Ну, там чуть-чуть, там, 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 чуть-чуть, чуть-чуть. А с этого года стратегическое наступление. Стратегическое наступление куда? В сообществе единой судьбы человечества. К какому году реализация китайской мечты? В 35-м. К какому году реализация сообщества единой судьбы человечества? В 45-м. Все же распланировано. На плечах Китая мы сзади. Это они пусть воюют с всеми злыми силами, которые называются либерализм. Которые называются либерализм. И за счет Китая. Почему за счет Китая? Потому что для того, чтобы Россия успешно противостояла Западу, Китай должен открыть ленд-лиз. То, что делали американцы для Советского Союза, который воевал против Германии на Восточном фронте. То же самое должны сделать китайцы. Просто-напросто схема повернулась в другую сторону. Но для того, чтобы китайцы открыли эту компанию ленд-лиза, то есть передача России всех техник-тологий, которые в России нет. А у китайцев есть. А это все технологии информационного общества. Вот это невозможно до тех пор, пока у нас в России находится либеральная власть. Китайцы это заявили о открытом текст. Газета Женьминь-Жибао и агентство Синьхуа, не помню в каком году, после того, как Медведев не успел самолет взлететь, как китайцы сообщали. Мы этим денег не дадим. Китайцы никого не пустили в юань. Никого. Из российских олигархов. Никого. Ну, теперь, значит, как выглядит это с точки зрения, с точки зрения, ну вот, сакральных, так сказать, символов. В старой Ладоге сохранилась фреска, на которой княгиня Ольга, она же Россия, вся в белых, ведет зеленого дракона на веревочке. Это и есть отношение России к Китаю. Что такое Китай? Китай это девять драконов. Верхний дракон, его можно увидеть. Это то же самое, что в православии девять ангельских чинов. Одно и то же. Девять драконов и девять ангельских чинов. Значит, это Ариапагита, это одно и то же. Верхний дракон золотой. Он находится в своде храма неба. Поезжайте, посмотрите. Можете в дуракедии набрать и увидите. Сверху золотой дракон. Во всех даосских храмах, во всех даосских храмах, в алтаре стоит зеленый дракон. Но он синий-зеленый такой. Значит, это цвет лань. Он и не синий, и не зеленый, только лазори. А это что за дракон? Это дракон подземных сил, энергий, атома. Вот всего того, что от земли идет. Это во всех даосских храмах. Ну, это все общество зеленого дракона, это все зеленый дракон, это все дальше эзотерика, это тар-тар-тар-тар-тар-тар. Это все оттуда. Но пойдите и посмотрите. Во всех даосских храмах, в алтаре стоит зеленый дракон. Теперь путь. За две пятилетки, это 2011, 2015, 2016, 2020, китайцы удвоили объем экономики. Удвоили за 10 лет, удвоили объем экономики. Решили важнейший вопрос квалифицированных кадров. Они были натренированы на Западе, вернулись в Китай. Китайцы за это же время осуществили технологический рывок. Это все, это 5G, там это квантовые всякие штучки, квантовый спутник, квантовая связь, квантовый компьютер и прочее. Это биомедицина, это искусственный интеллект, это цифровой юань под человеческий капитал. Покрытием цифрового юаня является человеческий капитал. При населении полтора миллиарда китайцы в цифровых деньгах будут самые богатые. Теперь, значит, дальше это зеленая энергетика. Зачем это вся зеленая энергетика и вся этот разговор про, значит, убираем углерод, вот этот углерод, это глобальное потепление, это окружающая среда убирать. И это реально удавка нефтедоллара, поскольку под долларом находится топливо, какое углеводное. Вот все эти рассказы, и это за новый валютный метод. Кто там окажется, китайцы будут выполнять, не будут выполнять, туда-сюда, где важно. Вот у нас есть цифровой юань, а цифровой юань должен удавить нефтедоллар. А этот самый Байден, это еще четыре года. Мы соглашаемся еще на четыре года, отдавайте тейвы. Ближайшая задача у китайцев это 15-й год, 25-й год, последующая задача 35-й год, направление дальнейшего наступления, стратегическое наступление, в которое Китай перешел в этом году. Это все сказано, эти решения, но до 45-го года. Значит, а дальше начинается новый большой цикл. Значит, что у нас в России? У нас в России, это, собственно говоря, надо показать символы, куда нам идти. Вот один символ, это, значит, князь Даниил Галецкий, великий князь Киевский, который для спасения великого княжества Киевского пошел на то, что это 13-й век. Что, значит, папа Иннокентий III короновал Даниила Галецкого в первого короля Руси. Про это почему никто не рассказывает? Некрасиво. Но первый король Руси это 13-й век. А кто другой? А другой, это, значит, великий князь Владимирский Александр Невский, который стал побратимом царевич Сартак, который вступил на равных по лествичному праву. Об этом тоже никто не говорит. По лествичному праву, это не сверху вниз, а по горизонтали. В Орду. Ну и третий... Он стал не просто побратимым, он же был усыновлен. Ну это одно и то же. А это же... Там совсем другие вещи. По тогдашней иерархии это было равносильно кровному родству. Ну кровное родство идет. Почему? Потому что, уж раз на ту речь пошла, Ярослав Севолдович и Джучи, старший сын... Старший сын Чингисхана были свояками, поскольку были женаты на сестрах. А сестры это были внучки Кончака. Дальше опера «Князь Игорь», «Кончак», там, значит, тар-тар-тар-тар-тар. Эти Кончаковны, Александр Невский. Дело в том, что умирая Джучи, по лествичному праву, идет следующий главный, по горизонтали. По горизонтали никого нет. Все братья там, 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 в этих других улусах. Здесь самый старший и самый ближний Ярослав Севолдович. И Ярослав Севолдович едет на выборы, значит, великого хана от улуса Джучи, как старший. Его там, правда, отравили. Ну, как можно было, значит, принять, что улус Джучи переходит русским князьям. И никак нельзя. Его немножко отравили. Дальше умирает Сартак. А Александр Невский, Александр Невский, Александр Невский не от этой, не от этой мамы, не от Кончаковны. Поэтому у него нету, значит, прямых, этих самых, так сказать, оснований прав. Но тогда его, значит, Батый усынафляет. Умирает, его тоже отравили Сартак. Сартак был, Сартак принял христианство. Сартака убивают, отравляют. Он один год был так царевичем. Ханов еще не было. Улуса Джучи некого было ханом избрать. Опять старшим остается Александр Невский. И все было бы хорошо, если бы эти все наследнички не передрались. Ну, ладно. Ну, в результате Берке там дыр-дыр-дыр-дыр-дыр и так далее. Так вот, значит, а кто у нас? Итак, Даниил Галецкий, Александр Невский. И еще у нас есть один князь. Это князь Курбский. И вот, понимаешь ли, у нас сейчас какая линия может быть? Или Даниила Галецкого, синяя линия. Или Александра Невского, красная линия. Или Курбского, черная линия. Вы куда хотите? Вот это исторические фигуры, которые показывают, собственно говоря, откуда эти линии идут. Ну, значит, мы говорим о том, что же делать в отношении с китайцами. Значит, принцип. Это, значит, в срочном порядке. Потому что в следующем году заканчивается договор о добрососедстве. Который, если не поднять вопрос, он будет автоматически продлен на 5 лет до 26 года. А если же его поднять, то надо заключать новый договор о братстве согласия. И если, если говорить, что надо сделать. Надо срочно делать новый договор с китайцами. Почему? Потому что оставить этот договор добрососедстве, ну, просто добрый сосед. Вот добрые соседи, вот мы вот с вами добрые соседи. 20 лет добрые соседи. Значит, почему этот договор о братстве согласия мог бы быть в пользу России и для выигрыша России? Потому что этот договор строился бы на том, что у нас абсолютно не хотят понимать. Когда, значит, Дэн Сиопин, это был 1974 год, с трибуны Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, а тогда Тайвань заменили на Китайскую Народную Республику. В 74-м году? 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 Нет, ну, Дэн Сиопин выступал, по-моему, не в 72-м, а в 74-м. Ну, не суть, это вот там было. Значит, он с трибуны Генеральной Ассамблеи сказал, что теория председателя Мао Цзэдуна отделения мира на три части величайший вклад сокровищ в марксизму и индизму. Никто не понимает, о чем идет речь. Почему? Сокровище марксизма и индизма – это диалектика. А тут речь идет о делении мира на три части. А на три части – это мы сами наши враги и наши союзники. А три части – мы сами наши враги. А по европейскому, кто не с нами, тот против нас. Третий лишний, третьего не дано. А у китайцев надо найти третьего и с третьим делать связку трех сил. А в связи трех сил работает закон перемен. И в этом законе перемен не важно, куда вывернут вектор силы. Важно, вы находитесь в пассивной позиции или активной. При двух активных, одном пассивном выигрывает пассивный. Это мудрые обезьяны на горе наблюдают за схваткой двух тигров в долине. Или один активный, два пассивных выигрывают активный. А это всесильный дракон. Так вот, китайцы перешли в положение всесильного дракона. Если американцы будут… Что надо делать? Надо всячески способствовать американскому империализму в его активной позиции удержать то место, которое они занимают. И пусть они дальше продолжают… Поэтому мы за Трампа. Ну, за Трампа, понимаешь, что делать. Да и Байдену надо все это попусть, а не воюют. Значит, переход России в пассивную позицию в качестве стратегического тыла позволяет огрести естественным ходом путей. Значит, в положении… Вы там воюете сколько хотите. А мы будем тут в тылу, понимаешь, армату, сарматы накручивать. Поэтому как это можно сделать? Это все называется… Где эту позицию можно обрести? Эту позицию можно обрести в том, что Путин назвал Большая Евразия. Большая Евразия. А мы говорим, что это Третья Орда. Первая Орда – это Единый государство Чингисхан от моря до моря. Вторая Орда – это Санкт-Петербургский лагерь Сталина. Третья Орда – это наследники Первой Орды и Второй Орды. Это Третья Орда. И в этой Третьей Орде у России есть место. Это место – это мудрые старшие сестры. Дальше смотрим на эту самую фреску в Старой Ладоке. Ничего древнее нету. Там, где Россия ведет этого дракона на веревочке. Ну вот, пожалуй, все.